Музыка Идея пришла в процессе съемок, потому что я увидел из независимых СМИ про забастовки, которые случились у дальнобойщиков. Когда протестные движения какие-то проходят, это для меня, наверное, не очень интересно. Когда я визуально представил, что на больших машинах дальнобойщики что-то требуют, я понял, что это как минимум хроника, как минимум это нужно снять. Я как режиссер-документалист должен поехать и хотя бы пофотографировать. Я даже взял с собой фотоаппарат и камеру, не понимая даже еще, что я буду делать. И когда я приехал на улитку, это когда они двигались 5 км в час с небольшой дистанцией, они устроили импровизированный митинг на Софике, и все кричали там лозунги. Как-то для меня это все было не то. И когда вот я услышал своего первого главного героя, это Олега, когда он начал говорить про свободу, то что это как бы не только деньги. И он это говорил не потому, что это не физическую свободу, а какую-то вот даже в мыслях. То есть мысль, какое-то сознание, я не знаю, ограничение даже сознания. Я как-то вот это почувствовал в нем. Если изначально дальнобойщики это свободные люди, то сейчас вы из нас делаете тигров в клетки. Ребят, вот не делайте этого, пожалуйста. И сами же себя, и вы потом станете за это платить. Я не специалист по платону, не специалист по этим ценам. Политический протест вот этот вот, это для меня, я его восприниму больше как фон. Фон, на котором мои герои как-то развиваются, проявляют свои качества. И вот на этом фоне я за ними следил. И вот из-за этой толпы людей, их там было очень много людей, я вот сразу попал в Олега. Я подошел к нему, когда там какой-то поднялся человек, говорит, все поехали на Смольный. И Олег единственный сказал, вы что мужики, какой Смольный? Типа, ну надо же подумать, что так бездумно-то ехать на какой-то Смольный. Я подошел к нему и сказал, здравствуйте, вас как зовут Олег? А вы куда, на чем? Я говорю, я на легковой, у меня тут машина. Я говорю, я с вами. Он говорит, все. Настоящих буйных мало, да, вот и нету вожаков. Как Высоцкий пел. Посмотрим, сколько буйных у нас в стране, сколько их доедет до Москвы. Сколько фактически людей раком не хочет стоять перед... О, глянь, колонна, нифига себе, прикинь. Глянь, начало положено. Ура. Мы здесь. Еще в прошлом году снимая, где-то подсознательно подумал, что, скорее всего, лучше будет показать, сделать премьеру на этом фестивале. Потому что Родукфест показывает фильмы с разным документальным языком. То есть очень обширная программа, абсолютно все разные, абсолютно разные темы. Есть какие-то крайности, но это единственный фестиваль, который показывает в таком количестве все эти фильмы. И плюс ко всему, так совпало. 4 декабря, это переломный момент вот в этом протесте, потому что это как раз с 3 на 4, примерно вот так вот, это когда дальнобойщики добрались до Химок подмосковный и остались там. На премьеру фильма я пригласил героев, и часть из них поедет в Москву, а часть из них придет в Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова